Привет всем! Давно не виделись. Я все время как-то, получается, занята и занята. Ко мне приезжали опять мои внучки, гостили. Я сначала к ним, значит, к их приезду готовилась очень много. И потом, когда они уехали, мне нужно было сделать два фотоальбома для каждой из моих внучек. Вот, и в принципе, в общем, много-много работы. И для того, чтобы снимать какие-то видео, это всегда нужна какая-то почва, какие-то размышления. Когда размышлений нет, то и практически снимать нечем. Ну так вот, сейчас, значит, у меня появилась пища для того, чтобы... Тема для того, чтобы с вами поговорить, поделиться. Это недавно прошедшие хуррикейны в Америке, Ирвин и Харви. И я вспомнила, когда я была 10 лет назад во Флориде, гостила у своей приятельницы. И, естественно, люди, кто живет там, это не то, что сразу хуррикейн пришел и беги не знаю куда, и делай не знаю что. Естественно, за несколько дней, иногда и за неделю, и больше, значит, все это показывается и рассказывается, когда, в какой день хуррикейн ударит по континенту. Так что все готовятся, все знают. Но у меня был билет назад, и я очень, конечно, беспокоилась, что смогу я улететь или нет из-за того, что шел хуррикейн. И я до сих пор помню свои чувства, когда мы, люди в аэропорту, сидели, ожидали своего рейса, и каждый очень переживал, вот улетит он или не улетит. И мой рейс, наш флайт, был последним, кто покинул аэропорт Форд Лаудердейл. Это один из аэропортов во Флориде. И он был один из самых последних. То есть я оказалась тем счастливым пассажиром, который покинул Флориду до того, как ураган ударил по Флориде. И вот что я хочу, почему я сейчас говорю об этом и делюсь с вами. Хочется рассказать о человеческих судьбах, когда люди оказываются вот в такой ситуации, ситуации emergency. Как они реагируют, как они сплачиваются, что они делают для того, чтобы поддержать друг друга. Вот эта история о той приятельнице, у которой я тогда гостила 10 лет назад. Значит, они с мужем приехали из Прибалтики. У них здесь, в Америке, родился сын. Но по каким-то причинам жили они очень хорошо. Он занимался бизнесом. У него свой был бизнес с траками. То есть они развезли продукты в огромных траках из Калифорнии, во Флориду. И он был директором этой фирмы. Ну, жизнь их не сложилась почему-то, им пришлось расстаться. Не только одна сторона какая-то потеряла чувства, или будем так говорить, разочаровалась в своем супруге. Они как-то оба почти одновременно поняли, что они не смогут больше жить вместе. И он ушел из... Они жили в двухэтажном апартменте втроем. Он ушел жить отдельно. Значит, снял себе квартиру. У него была уже к тому времени молодая женщина, будем говорить. Помнится. Они стали жить вместе. А приятница моя жила одна с сыном в двухэтажном кондо. Они тоже арендовали его. И когда вот надвигался один из таких хурикейнов, они вообще не разговаривали. Моя приятница со своим мужем, значит, бывшим. Они не разговаривали, практически никак не общались. Почему-то, не знаю, такая неприязнь у них была обоюдная. Все, что их связывало, это вот, значит, сын. Ему тогда было где-то лет 10. И вот когда надвигался хурикейн, значит, апартмент, где жил ее муж со своей женщиной, он находился недалеко от побережья, ближе, чем то место, где моя приятница жила. И объявили, что будет там в том месте наводнение, где он жил. Он позвонил, значит, своей жене и попросился просто-напросто прийти с этой, со своей женщиной к ней на второй этаж. Там была одна свободная гостевая спальня, чтобы переждать этот хурикейн. Это я с ней разговаривала по телефону, когда я уже, значит, прилетела домой. Она мне это сказала. И я говорю, и что? И что? Она говорит, а что? Ну, оно что мне делать? Я им сказала, пожалуйста, приходите, вот там есть место наверху. И они там жили целую неделю, пока вода отошла, пока можно было назад переехать. Они жили там вот с моей подругой, значит, с бывшей его супругой, они там жили целую неделю. И их спальня, их гостевая спальня была через стенку с ее спальней. Она говорит, что ну вот так. Были какие-то неудобства, конечно, но а что делать? Она говорит, ну а что делать? Ну что делать? Оставить их там, как говорится, на погибель? Нет. Вот. И сейчас, когда шел очередной ураган, Ирма, и объявили, что будет практически, ну, затоплено побережье с обеих сторон Флориды, со стороны океана и со стороны Мексиканского залива, вообще это было страшно, то, что прогнозировали. Моя другая приятница, которая живет в Палмбич, это со стороны океана, у нее есть там дом свой и одноэтажный, такой стиль ранч, стиль ранчо. Она встречалась, у нее был до этого бойфренд, она с ним встречалась несколько лет. Сначала они жили у нее, потом она переехала в его дом, они жили у него, потом все-таки они решили расстаться, как это иногда бывает, а может быть зачастую бывает. И она переехала назад к себе в дом, и вот когда сейчас шел ураган, она, значит, на несколько дней переехала к нему, потому что его жилье находилось дальше от берега, и он предложил ей, значит, крышу на то время, пока этот хуррикейн, этот дизастер, он закончится и пройдет. И вот я с ней тоже переписывалась, текстовала, все время спрашивала, как они там, что, ну, слава богу, все обошлось. Вот, ну вот что, смотрите, пожалуйста, какие бы отношения ни складывались, но когда люди оказываются совершенно, вот, например, в другой стране, в чужой стране, где не попросишь каких-то друзей, чтобы перекантоваться как-то, как говорится, в горе, в ненасти, ну, на смену приходят такие чувства, как прощение, как понимание, что жизнь-то, она намного проще, чем мы иногда себе ее представляем, со всеми вызовами, со всеми, ну, словами, когда мы говорим, клянемся, что мы никогда вот и не встретимся, и руки не подадим, и нам все равно, и пусть, и будь что будет, с теми, кто нас покинул, или от кого мы ушли, но опять же, жизнь, она проще, и не так сложна, как она кажется, и вот преподносят такие сюрпризы, когда люди смиряются, когда люди в трудную минуту приходят друг другу на помощь, что бы между ними не произошло, это удивительно, вот особенно здесь, когда ты находишься, ну, все-таки в другой стране, не у себя на родине, где бы ты мог попросить, и даже просто соседа, так же, как мы ходим просто так вот попросить там хлеб, соль, яйцо, когда у нас чего-то не хватало, здесь такого нет, чтобы люди, соседи запросто к друг другу приходили, за редким, за редким исключением, как говорится, за солью, ну, когда никого нет, а есть только тот, кто когда-то был любимым, кто когда-то был близким другом, и приходит на выручку опять, очень приятно, когда такие моменты, приятно это слышать, и это заставляет задуматься, и наводит на какие-то размышления, вот данная ситуация, то, что сейчас произошло во Флориде, меня опять же на эти размышления навели, и на воспоминания, с которыми я с вами поделилась, пока ехала в магазин за продуктами, на сегодня все, пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok